всем привет имеется в наличии дома у нас несколько фонариков вот всеми естественно ими частенько приходится пользоваться и они вот этих батареях 18650 но естественно для них нужно какое-то количество этих батарей у меня есть несколько штук как бы ну тут немного штук 50 наверное собственно говоря надо же их иногда подзаряжать не все время же их разряженными держать правильно пользоваться все таки нужно ну и как то чтобы заряжать побыстрее значит я недолго думая вот такие модули использовал короче ну все наверное знают что это за модули вот и чтобы в качестве эксперимента еще одного потому что у меня уже есть зарядное устройство на вот таких вот модулях от батарей я решил забацать себе вот такую штуку вот так вот этот монстр короче он состоит из вот двух плат а с другой стороны вот они платки вот телефонов от телефонных батарей вот то есть эта часть заряжается вот этими двумя платами а эта часть чисто телефонными ну и честно вам скажу ребята никакой разницы я не заметил я свободно втыкаю с этой стороны такие аккумуляторы любые я вообще на емкость не смотрю с этой стороны могу вот так воткнуть дальше опять там двойной воткнуть тут можно одинарный вот как хочешь в любом порядке вот и все подключаю к блоку питания вот у меня тут разъем жесткого диска что ли выпаян я не знаю откуда то вы ломали его все компьютерный блок питания и пошел заряжать честно сказать никакой разницы я не заметил в скорости заряда в качестве заряда или как некоторые пишут там что вот эти вот телефонные штучки они там портят аккумуляторы ну вот ребят вот не знаю ни одного аккумулятора из этой кучи еще не испортил не знаю как у кого там они портят но есть один нюанс вот видите эта батарея сдутая вот если вам попалась такая батарея не берите из нее вот этот контроллер почему потому что она уже вздулась то есть этот контроллер испортил эту батарею правильно правильно если найдется батарея нормальная по толщине с этим контроллером вот тогда его можно брать а так нельзя итак подключаем вот блоку питания ну и все видим что здесь например заряжена батарея здесь не стоит ну а здесь конечно не понятно вроде бы как заряжена она или нет мы просто тогда берем батарею так раз и перетыкаем вот пошла зарядка значит если как только он зарядится мы увидим что он зарядится вот и все ну кто не хочет заморачиваться берите вот такие платы и все и все у вас будет в порядке говорится вот он спокойно их кушает кому как удобно можете собирать можно собрать хоть на 10 банок таких включил спокойно и все и она будет заряжаться вот такие вот макароны всем спасибо всем пока а ну хотел еще поближе показать как она выглядит вот это какие-то мебельные уголочки там болтик к нему проводок припаян тут пружина просто вкручена все на китайских соплях ничего не греется не не знаю я так прям не замечал что что-то грелась там это все на куске деревяшки в данном случае паркет вот эти резисторы у меня стоят но не совершенно необязательно то не всего-то на 0 33 ома не знаю тут какой-то разницы с ними нету не влияет они круче поэтому можно сделать насколько хочешь хоть десяток сразу мне хватает на самом деле кстати забыл сказать вот 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 питание видим вот напряжение 5 вольт от него и подключается без всяких резисторов все напрямую напрямую прямо зарядной видим идем зарядка то есть без всяких всяких там измудрений и ухищрений все сами платы они изначально завода идут настроены на 1 ампер вот то есть мы знаем что например сборка вот на не написано 224 е вот эти первые две цифры это емкость то есть 2400 вот здесь значит вот это вот куча 4800 вот это вот смысле общая емкость значит где-то примерно 5 часов будет заряжаться такая банка 1 все как бы тут ничего сложного нет я их заряжаю постоянно не у меня и ночью стоят и сутками стоят ничего страшного с этим не происходит ни одна из банок не перезарядилась не взорвалась там как некоторые пишут так что кому понравилось ставим лайки теперь точно пока всем